Слово Божьего на тему «Эпоха, в которой нужно терпение». Существует фраза «Красота весны создается ожиданием». Никто не может сделать так, чтобы побыстрее прошла зима и скорее наступила весна, просто потому, что они не могут терпеть. Чтобы встретиться с весной, надо ждать. Сейчас мы живем в тяжелую и мрачную эпоху. Эксперты говорят, что эта ситуация будет продолжаться по меньшей мере до первой половины следующего года. Я верю, что есть великая Божья воля в том, что Бог позволил нам пройти через этот длинный тоннель, который требует терпения. святые ранней церкви прошли через длинный темный тоннель, подвергаясь гонениям и угрозам. Чтобы они преодолели тоннель тьмы, Бог дал им больше веры и смелости. Сейчас, из-за COVID-19, мы не можем свободно встречаться друг с другом и делать то, что мы обычно делали в нашей повседневной жизни. Однако, мы не должны допустить, чтобы эта ситуация поколебала нашу веру, сделала ее нестабильной и хаотичной. Красота весны создается ожиданием и терпением. Без терпения мы никак не сможем встретиться с весной. Подобным же образом, в мире веры нам также необходимо терпение. Даже если нам захочется съесть яблоко, мы не сможем, посадив яблочное дерево утром, собрать урожай яблок к обеду. Нам придется подождать. Бог через природу дал нам наставление об ожидании, то есть о терпении. Тогда не думаете ли вы, что терпение — это то, что мы должны иметь в эту эпоху? Поэтому все дети семьи Сиона должны ждать с терпением вместо того, чтобы беспокоиться о внешних обстоятельствах. Две тысячи лет назад Христос пришел на землю, проповедовал Евангелие Нового Завета и вознесся на небеса. А потом, чтобы спасти человечество, во второй раз Он вновь пришел, и в этот раз Он пришел в Южную Корею, на краю Востока. Пройдя двухтысячелетний длинный тоннель, Он вновь привел нас к светлому миру истины. Скоро наступит тридцать шестой год после того, как Отец вознесся на небеса, научив нас словам истины, которые мы должны проповедовать в эту эпоху. Кажется, что мы ждем уже достаточно долгое время, но Бог постоянно посылает нам сообщения через Библию о том, что нам нужно терпение. Вы должны уметь ждать. Вы должны уметь терпеть. Даже когда посажено дерево, для сбора урожая нужно время. Мы должны ждать, пока дерево вырастет, и на нем начнут появляться плоды. В этом процессе нам нужна красота терпения и ожидания. для тех, кто проводит каждый день, ничего не делая, возможно, день может показаться очень скучным. Однако, если мы проводим наше время, прилагая все усилия для миссии, которую мы получили от Бога, и если мы усердно работаем для благовествования всем нашим сердцем, то наши ожидания ни в коем случае не будут скучными. Библия – это письмо, написанное Богом, поэтому она содержит в себе волю Отца и Матери. И через Библию Бог дал нам учение о том, что нам нужно терпение в этой эпохе. Посмотрим Божьи слова в 5 главе книги Иакова. В 11 стихе 5 главы говорится, «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели». «Блаженны те, которые терпели». Мы должны с терпением ждать Царство Небесное. Пока мы еще не обрели Царство Небесное, во внешнем мире происходят бесчисленные изменения. Сатана, используя эти обстоятельства, всякими способами пытается разрушить центр нашей веры, чтобы поколебать ее и сломить нас. здесь написано, «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели». «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Иов пострадал, находясь в невыносимых внешних обстоятельствах. Сатана тестировал Иова различными способами. Он отнял его богатство, наслал на него болезнь и даже отнял жизнь людей, что окружали его. Хотя Сатана мучил Иова, используя различные внешние факторы, Иов всегда говорил, «Господь дал, Господь и взял. Бог дал мне благословение». Тогда не может ли он забрать их обратно? Конечно, он может. О терпении Иова, который всегда воздавал благодарность и славу Богу, упомянуто в пятой главе книги Иакова. «Блаженны те, которые терпели». Теперь, когда пандемия коронавируса длится уже почти год, мы можем видеть разные типы членов церкви. Есть те, у кого ослабевает дух к благовестию и те, кто теряет надежду на небеса. Посмотрим пример. Зимой на поверхности заледенелого пруда можно увидеть различные предметы, такие как камни и ветви. Однако, когда приходит весна и весь лед тает, происходит большое изменение. Все камни, которые лежали на поверхности льда, тонут, и все куски металла тоже тонут. Но такие предметы, как листья или куски дерева, плавают на поверхности. Поначалу казалось, что все они находятся в одном положении. однако, с наступлением весны проявляются их природные свойства. Также и в эти последние дни при изменении окружающей среды и воздействии внешних факторов проявится истинная вера в сердцах божьих людей, на божьих весах. Также в седьмой главе книги от Матфея написано, что когда идет дождь, разливаются реки, начинает дуть ветер и устремляется на дом. Люди, которые основывают свой дом веры на камне, могут твердо стоять до конца. Однако люди, чья вера построена на песке, падут. Не упомянул ли это и Иисус? Мы должны внимательно прочитать Божье письмо, данное Отцом и Матерью, чтобы сохранить свою веру до конца и войти на небеса. Потому что письмо содержит в себе искренность и волю Отправителя. Отец и мать знали, что в эту эпоху наступит такая ситуация, поэтому они передали нам в своем письме. «Блаженны те, которые терпят». Мы должны запомнить эти слова. Бог учит нас терпеть. Тогда какой результат получат те, которые не терпели? Те, кто не терпел, потеряют право небесного первенства. Вот поэтому Бог сказал, что нам нужно терпение. Посмотрим книгу Бытие, 25 глава, 29 стих. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. В результате того, что Исав не претерпел голод, он отдал свое первородство. Также и сегодня, когда мы идем путем веры, происходит очень много ситуаций, которые требуют терпения. Если мы не потерпим, то в конечном счете мы станем недостойными и потеряем наши права, а также потеряем Царство Небесное. Вот поэтому Бог продолжает говорить нам, «Ждите до конца, терпите до конца» через Библию, которая является Божьим письмом любви. Прочтем книгу «Исход», 32 глава, 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Увидев сие Аарон, поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные и сел народ есть и пить, а после встал играть. Здесь Моисеев зашел на гору Синай и не спускался 40 дней. У израильтян закончилось терпение. Они не могли ждать даже 40 дней и сказали, «Наш лидер Моисей умер, так давайте сделаем Бога, который приведет нас в Ханаан». Таким образом, они сделали идола, золотого тельца, с помощью Аарона, и это вызвало Божий гнев. В результате этого погибли 3000 человек в тот день. Верно? Перейдем к 21 стиху. «И сказал Моисей Аарон, «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал, «Да не возгорается гнев Господина Моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный?» Они сказали мне, «Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им, «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Посмотрим, сколько людей погибло из-за этого, не войдя в Ханаан. Стих 25. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана, и сказал, «Кто Господень? Иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им, «Так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. Подобно этому, если мы не потерпим, то мы станем нарушать Божьи повеления. Более того, мы будем преданы смерти на пути в наше место назначения, Ханаан. Братья и сестры, нам нужно терпение. Мы должны твердо стоять в вере до конца. Давайте оглянемся на жизнь израилетян в пустыне 3500 лет назад. Когда они покинули Египет, они имели горячий пыл, волнение и большую надежду на землю Ханаана, где течет молоко и мед. Однако, на пути они сталкивались со многими ситуациями, которые препятствовали им войти в Ханаан. Когда изменились внешние обстоятельства, также изменились их мысли и вера. Их вера свирепо колебалась направо и налево. Среди десяти заповедей, которые Бог запечатлел даже на скрижалях, было написано «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим, и не поклоняйся и не служи идолам». Однако люди поступили так глупо. Все потому, что у них не было терпения. Мы должны твердо стоять до конца, веруя, что отец и мать приведут нас всех в Ханаан, в Царство Небесное. Однако, появляются противники и болезни, такие как COVID-19, а также другие факторы, которые мешают нам иметь веру. Даже семья и друзья не признают нас, говоря «Я слышал, что ты посещаешь ненормальную церковь». Они подрывают нас. Многие факторы ослабляют наше решение войти на небеса, которое мы имели в начале. Люди, которые потеряли терпение, в итоге не смогут приобрести небеса. Так, в 32 главе книги «Исход», когда Моисений спускался с горы Синай в течение 40 дней, люди потеряли терпение и начали служить золотому тельцу. «Если Бог обещал вывести нас из Египта и дать нам Ханаан, то нам просто нужно идти вперед до конца, веруя в это обещание». Однако некоторые не смогли подождать и потеряли веру из-за внешних условий и обстоятельств, которые изменились в пути. Хотя они были исполнены энергией в начале, их нетерпение привело к такому результату. Перейдем к 20-й главе книги числа. Посмотрим Божьи слова, написанные в 20-й главе книги числа. Здесь Бог говорит, «Не будьте такими людьми» и дает нам уразуметь, как важна эта эпоха. Посмотрим 20-ю главу стих 10-й. «И собрали Моисей и Арон народ к скале и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Арону, «Зато, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Это вода Меривы, у которой вошли в расприю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. Здесь люди роптали на Моисея и Аарона за то, что у них нет воды в пустыне. Моисей и Аарон устали слушать их жалобы каждый день. И Моисей сказал, «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Вместо того, чтобы проявить Божью славу, они думали о своем тяжелом положении, поэтому они не смогли выдержать. Хотя Бог позволил им жить как пророкам, они не смогли войти в их место назначения в землю ханаанскую. Даже Моисей и Аарон не вошли в Ханаан. Они умерли, не добравшись до него. Излишне говорить, что израильтяне, которые жаловались в пустыне, умерли до восшествия в Ханаан. Вся эта история показывает нам, сколько терпения нам нужно в этой эпохе. Мы не можем установить ограничения, когда нам приходится терпеть. мы должны терпеть до самого конца нашего времени на земле, данного Богом. На пути в Ханаан одни выдержали 10 лет, боясь Бога с терпением. Но некоторые из них пали на 11-й год, а другие выдержали 20 лет, но потом пали на 21-й год, а некоторые выдержали 30 лет, но потом пали на 31-й год. Но их падение на 31-й год обесценило их предыдущие 30 лет. Не должны ли мы сохранить нашу веру с терпением до того момента, когда мы войдем в землю Ханаана? Рассмотрим также пример о жене Иова. Откройте, пожалуйста, книгу Иов, 2-я глава, стих 4-й. «И отвечал Сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел Сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его, по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверда в непорочности твоей, по холю Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Жена Иова боялась и прославляла Бога, когда Бог благословлял ее. Однако, когда она столкнулась с небольшой трудностью, все те моменты, которые она претерпевала, стали бессмысленными. Жена Иова сказала ему, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Поступки тех, которые не терпели, в конечном итоге проявляются так. Когда внешние обстоятельства меняются и становятся неблагоприятными даже на малость, люди склонны роптать на Бога вместо того, чтобы прославлять Его. Вот почему Бог говорит, «Всегда благодарите, за все благодарите». Позже вы сможете понять, почему все эти вещи произошли с вами. В тот самый момент ни Иов, ни его жена не поняли бы, почему все эти вещи случились с их семьей. через записи пророков Бог дал нам знать, что это произошло из-за того, что сатана тестировал семью Иова, не потому ли Бог написал книгу Иова. Видя поступки жены Иова, поступки Моисея, Аарона и народа Увод Меривы в пустыне, мы можем обнаружить, что у них всех не было терпения. В эту эпоху нам нужно терпение. На сегодня острое инфекционное заболевание, называемое COVID-19, поразило весь мир, и многие люди чувствуют себя подавленными и не могут вести нормальную жизнь. Когда мы проповедовали Евангелие раньше, огонь Святого Духа горел в нас. Однако, будучи привязанными к жизни, в которой мы как будто проходим через длинный тоннель, ничего не делая даже в течение года, мы чувствуем малодушие. Поэтому то, что нам нужно в это время, это терпение. Иметь веру до конца важнее и красивее, чем просто идти путем веры десятки лет. Посмотрим книгу от Матфея, 24 глава, 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца что сделает? Спасется. Мы живем в эпоху, которая требует терпения. Мы должны терпеть, чтобы твердо стоять в вере до конца. Чья вера самая лучшая? Если кто-то задаст этот вопрос, то ответ будет таков. Тот, кто твердо стоит в вере до конца, имеет самую лучшую веру, независимо от срока пребывания в истине, даже если это всего один или два года. только тот, кто сохранит свою веру до конца, спасется. Братья и сестры, время близко. Перейдем к книге Откровения, 2 глава, стих 25. Только то, что имеете, держите, пока придок. Нам нужно терпение, чтобы держать то, что мы имеем, до того момента, пока он не придет. Стих 26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Не означают ли слова «соблюдает дела мои до конца» терпение? «Соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками» и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Рассматривая эти два учения Бога в 25 и 26 стихах 2 главы книги Откровения мы можем понять, что без терпения невозможно получить ни власть над язычниками, ни титул царственного священства, ни Царство Небесное, ни обещание вечной жизни, мы ничего не сможем получить. Как бы наши внешние обстоятельства не менялись, все дети Сиона всегда должны основывать свою веру на камне, чтобы наша вера не колебалась ни вправо, ни влево. Посмотрим книгу к евреям, 10 глава, стих 35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Вам нужно терпение». кто это сказал? Библия написана теми, кто изрекал Божьи слова, будучи движимы Духом Святым. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Бог обещал сделать нас царственным священством. Бог обещал дать нам славный мир, где нет ни смерти, ни вопля, ни боли и благословить нас, позволив царствовать во веки веков. Все эти обещания даны нам. Стих 37. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся, на погибель, но стоим в вере к спасению души. Не должны ли мы иметь такую веру, которая не увянет и не устанет, пока не придет Отец? Бог сказал, претерпевший же до конца спасется. Сейчас Царство Небесное поистине близко, Поэтому давайте еще упорнее стремиться к Царству Небесному и давайте укрепимся в вере во время пандемии коронавируса. Тогда что мы должны терпеть? Посмотрим книгу 1 Фессион Никийцам 4 глава стих 14 Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, взлетение Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Мы ждем этот славный момент с терпением. Когда Отец сойдет с неба с тьмою ангелов, при гласе Архангела и трубе Божьей, дети Сиона преобразятся и встретятся с Богом в воздухе. Так они будут жить с Богом Отцом и Богом Матерью в Царстве Небесном, славном мире, где каждый день заново создается радость и счастье. Такое славное время ждет нас. Для этого нам нужно терпение. Подобно тому, как для сбора урожая плодов после посадки дерева требуется время, нам также нужно ждать, чтобы принести плод благовествования. Не нужны ли нам зима, весна и лето для того, чтобы принести плоды осенью? Так мы должны понять, что наша вера такая же. Мы никогда не должны учиться глупости, которую израильтяне совершили в пустыне, потеряв веру и покинув Бога из-за нехватки веры. Как бы ни лил дождь и ни дул ветер, наша вера никогда не должна колебаться, потому что она основана на камне. Хотя мы находимся в разгаре пандемии коронавируса, давайте не будем говорить, я больше не могу терпеть. Есть много членов Сиона, которые проповедуют или учат онлайн. При выполнении евангельской миссии нам просто нужно следовать Божьим повелениям, адаптируясь к окружающей среде, которую Бог дает нам в каждом обстоятельстве. Когда мы ищем путь, Бог открывает нам все пути, не так ли? Делая так, давайте иметь больше надежды во время этой тяжелой пандемии, чтобы с радостью встретиться с Богом, восклицая Аллилуйя в день, когда Бог придет на эту землю как Судья и Спаситель с тьмой ангелов. На этом я завершаю сегодняшнюю проповедь. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...